Голос русских невест Сегодня певица считает, что шоу-бизнес не привержен высокой поэзии. У нас более серьезная проблема, как выжить. А любовь к стихам и искренние мелодики осталась в ушедшем детстве. Я знаю, что детские дружбы никогда не забываются. И человек скорее поможет другу детства, чем кому бы то ни было, сегодняшнему человеку, который появился в его жизни. Потому что там надежно, светло, радостно. И все воспоминания, которые у нас связаны, они всегда светятся радостью. Совсем недавно мы встречались с моим первым педагогом по музыке, с нашим первым Татьяной Николаевной Обчинниковой, которая уже, конечно же, стала пожилым человеком. И мы ее поздравляли в день Татьяны. И вот эта радость детства, которая в нас, где-то в уголочке каждого сердца сидит, она незабываема. И когда мы стали обедать, она приготовила какой-то стол, и мы все что-то принесли на этот стол, кто что приготовил, кто что купил. И эта радость была настолько теплой, настолько ощутимой, объемной, что мы запели наш репертуар, который мы пели в хоре. И все так же звучало, как когда-то у нас в детстве. Это было замечательно. Это вообще незабываемые какие-то минуты, которые, наверное, держат человека на земле. Потому что когда разрушаешь прошлое, когда разрушаешь связи, которые тебя соединяют с твоим детством, с людьми, которые встречались на твоем пути, и с педагогами, которые протянули тебе руку помощи, и первые люди, которые в тебя поверили, это все называется прошлым. Это, в общем, это тот замкнутый круг, который тебя в будущем греет. И поэтому, когда страна забывает свое прошлое, она не будет согрета радостью и теплом, и заботой, и сердцами тех людей, о которых она забыла. Каким вы были ребенком? И как вас характеризовали? Какая вы девочка? Послушная, послушная девочка. Да, хорошо, я хорошо училась, я была послушной, я была очень отзывчивой, я была и председателем совета дружины, я была звеневой, я была председателем совета отряда, я была в институте комсоргом группы, и вела какую-то общественную работу. Но я не могу сказать, что это мне очень нравилось. И никогда не нравились протоколы, никогда не нравилось участвовать в бюрократических чиновничьих акциях. И я быстро-быстро отказывалась от тех должностей, на которые на меня сваливались. И всегда приходила только к творчеству. Я недолго была тем, другим, третьим. Но творчество для меня являлось самым важным. И более всего на свете. Мне хотелось петь, мне хотелось быть на сцене, накапливать репертуар, и знакомиться с новыми песнями. Наверное, это оказалось главным для меня в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Вы, наверное, можете сказать, что в творчестве, наверное, в вашем репертуаре вам повезло. Наверное, получалось так, что вы исполняли то, к чему душа лежала. Да, да, конечно. Хотя у меня был период творчества, пять лет, когда я пела джазовую музыку. И пела партию первого сопрано в оркестре Юрия Сергеевича Саульского, ВИУ-66, вокально-инструментальный оркестр 66-го года рождения. В 66-м я поступила на профессиональную сцену, тоже по конкурсу. Тогда оркестр нуждался в сопрано, и я прошла первым номером в этот коллектив, не зная ни одного джазового рисунка, ни одного рифа, не имея понятия об этом жанре совершенно. Но за голос, за то, что я могла петь высоко, инструментально, чисто, как плейта, меня приняли в этот коллектив. Потом я всему научилась. Ну а уж став женой Юрия Сергеевича Саульского, я научилась любить джаз, понимать джаз, и до сих пор его люблю. Они не предлагают вам сейчас совместно? Почему? Предлагают. И, может быть, когда-нибудь я и сделаю, если Бог даст такую программу. 60 лет исполнилось Игорю Брилю в прошлом году, и в декабре месяце я пела на его 60-летие в концертном зале России и пела джазовую импровизацию. Меня к этому тянет. Мне кажется, что это то, что выше, чем просто песня, но выше, я имею в виду, по непозначимости, непозначимости того материала, чем является песня. Но в профессиональном плане это здорово. Вообще проявить себя в чем-то другом, я просто с радостью. Я жду этого момента, например, когда я озвучиваю фильмы, раньше особенно, озвучивала фильмы и пела за каких-то актеров, актрис, и роли, которые играли актеры, мне были интересны. Я проникалась этой ролью и могла только так спеть, как этого требовал режиссер. Но это была не я. Я бы спела по-другому. На то, что делает режиссер закон, и ты должна подчиняться этому. И мультфильмы, которые озвучиваешь, они очень интересные. Песня «Кабы не было зимы» в городах и селах стала очень популярной, известной благодаря мультфильму «Зима в простоквашине». И моей песне «Кабы не было зимы», которую пела мама. У меня должна вникнуть была в образ мамы, которая на лыжах, там снег пушистый, ездит куда-то. Мой знакомый поставил сыну пластинку с инструментальной музыкой, вокализами, полифонической формой, которую я пела когда-то. Спросил, кто это поет, скажи. Кто из певиц поет? Сын говорит, у нас нет такой певицы, которая так поет. Это какая-то западная певица. Он говорит, нет, это не западная певица, это наша. Ну какая? Он долго думал, думал, так и не догадался. Он говорит, это Толкунов поет. Да ладно, не может быть. Толкунов же поет песни. Она же поет в русском плане. Нет, она говорит, и так поет. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Лещенко, Пугачева, Валентина Толкунова. Вот носики-корносики сапят. Вот эту песню я просто помню с детства. И сейчас как-то вот все остальные, и Лещенко, и Леонтьев, и Пугачева, они вот на центральном телевидении занимают. Такие весьма весомые. Их часто показывают, они демонстрируются. Да, вы почему-то меньше. Почему? Ну, я, наверное, просто не вошла в так называемый шоу-бизнес. И не вошла в поп-культуру, которую сейчас объят весь мир. Потому что я предпочитаю идти своим путем. Мне неинтересно то, что делается в поп-культуре. И я отказываюсь просто от передач, потому что мне там неуютно. И я пою там, где мне уютно. И для того, и для кого мне хочется петь. Мне не хочется себя тратить на бесформенность, на неопределенность, на временность. Вам предлагают другой репертуар? Нет, просто спойте что-нибудь полегче, спойте что-нибудь повеселее, спойте что-нибудь такое, подо что можно было бы танцевать, двигаться и так далее. А мне не хочется. А я всегда слушаюсь голос своей души. Душа мне говорит, не надо этого делать. Кто бы мне не говорил, что надо, кто бы не говорил, я все равно буду слушаться то внутреннее состояние, которое мне говорит, не надо. А где вы выступаете? Где проходят? Везде. Сейчас за это короткое время я уже была в Екатеринбурге, в Перми, в Самаре. Я выступила два раза в Храме Христа Спасителя на разных вечерах. Завтра я выступаю в художественном лицее для молодежи. И, наверное, мне придется как-то подобрать такой репертуар, который им интересен. Может быть, что-то из нового, а может быть, что-то из военного спеть. Может быть, песня «Мой милый, если б не было войны», которая вообще для меня является шедевром. И, может быть, мне придется спеть о маршале Жукове, которого сейчас почему-то предпочитают замалчивать о его роли и личности в истории. А на самом деле Георгий Константинович Жуков, будучи верующим человеком, он без Евангелия, без молитвы ни на один бой не ходил. А в войну в страшном сне не приснится гибли люди и звери, и птицы в списке павших в том перечне длинном гордость города все турмалины. Нельзя другой тропой идти. Нельзя спутать то, куда ты идешь. Пусть эта тропа будет узкой, пусть она не будет для всех, пусть она не будет для так называемой массовой культуры, но это твоя тропа, и она найдет обязательно к сердцам многих людей отклик. Обязательно найдет в этих сердцах отклик. А какой вот должна быть песня для того, чтобы вы согласились ее петь? Сердечной. Сердечной. О чем-то. С хорошими стихами. А я никогда не пела плохой поэзии. Никогда. И опускаться до поэзии ни о чем я не собираюсь. Ах, турманы, турмалины, Звался сердцем глубинным Город и ржев. Ах, турманы, турмалины, Ах, турманы, турмалины. Замечательная песня. Это песня о войне. Это песня не столько о людях, которые погибли в войну, сколько там есть такой куплет. А в войну в страшном сне не приснится гибли люди и звери и птицы. И в том перечне длинном погибли все турмалины, турманы, турманы, а их турманы называют. Они с такими ножками, и у них есть махровые такие сапожки, и еще они вертятся в воздухе, кувыркаются, вот говорят, голуби кувыркаются. Вот турманы – это единственная порода, которая кувыркается. Ах, турманы, без вести пропавшие, Голубиной легендой уставшие, Вдруг прислали почтовую весть. Жил и помню, что Родина здесь. Ах, турманы, турмалины, Звался сердцем голубиным Гордый и ржев. Ах, турманы, турмалины, Словно залпы белых лилий вверх, Словно залпы белых лилий вверх. И вот они исчезли в войну в Оржеве. И поэтесса Карина Филипова написала такие замечательные стихи. Ах, турманы мои, турмалины. А самое главное, что она выставляется на конкурс военной песни сегодняшнего времени. Ее написал композитор Андрей Ктитарев, очень талантливый музыкант, очень талантливый человек. И думаю, что он займет не последнее место с этой песней. А вы, кстати, о конкурсах. Вы же лауреат. Огромное количество раз вы были награждены на песни года. 30 лет я лауреат. А сейчас, да, я каждый год участвую в песне года. Но я одно время пела новые песни. А потом я года 3-4 пела песни «Серебряные свадьбы», «Поговори со мной, мама», «Носики-курносики», «Мой милый, если б не было войны» и так далее, и так далее. Песенка без конца перед зеркалом, «Девчушка лет пяти». Все мои шлягеры, потому что им уже столько лет, что они имели право на свои юбилеи, песни, потому что они до сих пор слушаются, до сих пор нравятся, до сих пор поются. У несчастных домов две ненастичь, у счастливых дверь закрыты, А звонок в телефонный плачет о тебе, о моем незабытом. Я бы бросилась к тебе, как когда-то, джимом за три слова, что люблю веки. Только счастье поселит в доме веки моем, и я вновь не закрыла дверь веки. Долго я ждала звонков, шесть, там пустыне страстно ждут, но я, я отец, чтобы ты исцелеть, хоть частичку той моей воли. Я бы бросилась к тебе, как когда-то веком за три слова, жду, люблю, умею. Долго счастье поселит в доме веки моем, и я нахренко закрыла дверь веки. Маленька Матина, расскажите немножко о вашей семье. Из кого она состоит? Моя семья, как нормальная семья, состоит из мужа, сына, мамы. А с ним чем он занимается? Он занимается бизнесом, хотя он стремился к юриспруденции, но вот не пошел по этой линии, как и не пошел по линии искусства. Хотя у него очень хороший голос, очень хороший слух, и он мог бы вполне петь, и вполне мог бы участвовать в каком-нибудь фестивале «Фабрика звезд» и так далее, но мне бы не хотелось, чтобы он там был, честно говоря. Вы так негативно относитесь к шоу-бизнесу современному? Чего там не хватает? Души. Когда душа меняется на деньги, то ничего хорошего из этого не бывает, и песня никогда не станет популярной. Она может искусственно населиться, она может искусственно исполняться по радио, по телевидению, она может внедряться искусственно, но это все временно, на год, на два, потом уходим. И вот если мы, допустим, каких-то песен не будем слышать, мы о них забудем, как о грязной воде, о грязных потоках. Грязь, она проходит, понимаете? Что же с этим шоу-бизнесом-то делать? Есть такое правило, что разрушить все очень просто. То есть если разрушали, допустим, 20 лет, то восстанавливать надо 40. Если разрушили дом, здание старинное, которое было пропитано духом, да, 19-го века, 20-го века и так далее, и построили новое здание, это не значит, что новое здание будет счастливым. Не обязательно. Прошлое у всякой земли, у каждого камня, у каждого дома, у каждого человека, и вообще у дерева, все, есть прошлое. И никуда от этого не денешься. И то, что снесено, потом будет восстанавливаться очень долго. Оно, конечно, придет, конечно, может, придет в новых формах, и, конечно, оно будет, но оно должно восстановиться. И это долгий срок. Какие-то вещи вообще не прощаются. Если бы люди знали, что прощаются, и вообще люди бы знали, что их поступки потом несут за собой, и наказание, и невезение, и смертью, и все. Они бы никогда не делали это. Но они не знают. Потому что у нас институт духовной жизни, у нас на очень низком уровне. Почему больницы переполнены сколиозами? Почему маленькие дети болеют онкологией, сердцем? Почему молодые люди уходят из жизни? Почему? Это наказание. За что? За нас. За наше поколение. Которое погубило того поколения. И все люди, которые сейчас проповедуют, убивая старшее поколение, вот эти налоги, налоговые кодексы и так далее, которые принимают решения, они тоже будут очень наказаны какими-то другими вещами, о которых они даже не подозревают. Потому что они убили человеческие жизни. Потому что каждый стресс, который нанесен человеку, он общий в одном кругу бытия. Потому что мы рассматриваем денежную массу как единую массу мира. Понимаете? А мы людей, которые живут на Земле, как единую человеческую структуру, жизнь, единую жизнь на Земле. Мы об этом не помним, не знаем, не хотим, не понимаем. Мы все, что мы все связаны. А теперь, когда леток ясен, и нам нечем с тобой вспомнить, Отказала я тебе счастье, Отвела до тебя волей. А ты бросилась к тебе, Как когда-то бегом затрясло, Жду, люблю, умею, Только счастье не сли. А сегодня существует какая-то ваша школа, есть у вас ученики? Но мы же должны знать, что чему учить, чтобы это не было в так называемую яму, чтобы не упало, не кануло в вечность, не кануло в небытие. К чему учить? Мой жанр, которым я сейчас и всегда пою, он практически не использован сегодняшним миром, сегодняшней поп-музыкой, сегодняшней культурой. Мой жанр, он затаился в своей нише. У него много приверженцев, у него много слушателей, я ничего не говорю. Люди, поколение людей, много поколений людей воспитывалось на этой культуре. Но пришла другая культура взамен. Как же я могу молодых людей учить тому, что я умею, зная, что у них нет будущего? Как вы же ведь верите в это будущее? Я верю в будущее, но через поколение, через еще одно поколение. А у нас жанр очень сложный. У нас золотой жанр. у нас жанр, для которого надо писать, для которого надо сочинять музыку. И когда композиторы являются уходящей натурой по возрасту, по стилю, в котором они пишут, ты же должен понимать, что есть ли продолжение у этого жанра. Хотелось бы, чтобы оно было. И если бы я занялась этим, наверное, я бы кого-то воспитала, безусловно. Но нужен ли этот человек будет обществу? Если бы я пришла в молодую аудиторию молодежи и стала бы петь песни, я бы посмотрела на их реакцию, массовую реакцию. Не там, не десятка человек, не 15, не 20, не 100, а массовую реакцию. И тогда я бы посмотрела, нужна эта песня молодежи сегодня или нет. И тогда бы я могла ответить на ваш вопрос. А нужен ли мне ученик? Я бы бросилась к тебе, как отряда веном, за три слоя жду, любую вершину. Только счастье поселись, в голове моем, я нахренко закрыла дверь. Только счастье поселись, в голове моем, я нахренко закрыла дверь. Я нахренко закрыла дверь. Я вот сейчас 20 песен спела для детей новых. И выпущена пластинка. Да. И эти 20 песен для детей на Горизонтских островах я назвала. А вторая пластинка «Вам, дорогие носики-курносики» это песня, которая популярна, известна, которую я напела в мультфильмы. Всякие песни. Там «Спят усталые игрушки», «Кабы не было зимы», «Носики-курносики», «Деревянные лошадки». «В порту». «Мы пришли сегодня в порт», «Мы пришли сегодня в порт», «Мы пришли сегодня в порт», «По-по-по-по». Вот все это вошло в пластинку «Вам, дорогие носики-курносики». Значит, две пластинки я выпустила. Я считаю, что я отдала дань детям. Как я выпустила двойной альбом для воинов наших. И назвала «Мой милый, если бы не было войны». И считаю, что я тоже выполнила задачу. Я двойной альбом издала для женщин. Я не могу иначе. Свои задачи, которые я себе поставила, я выполнила. Теперь у меня новая задача. Петь для тех людей, которым это нужно. Пятый век, если верить блинам, Над Оржевом парят турмалины, Салютуют жемчужными сполохами. В синем небе прекрасные голуби. Ах, турманы, турмалины, Звался сердцем голуби.